Мы назвали это эфир наступления и контрнаступления, поскольку вокруг этих двух определений крутится вся дискуссия, все обсуждения. Объявлена прежде была деоккупация правого берега президентом Зеленского как главнокомандующим. Об этом сообщил министр обороны Резников. Потом Москва, значит, тут начала эти маневры, переброску на территорию юга, значит, свои части через Каховскую дамбу и через другие, используя возможности, но Антоновский мост теперь поврежден. И есть претензии на то, что они двинутся на Николаев и, возможно, на Кривой Рог. Как вам представляется по тому, как складывается ситуация? Выглядит ли это как наступление одних или контрнаступление других? Ну и наоборот, соответственно. Я думаю, что сейчас это выглядит, вот на мой взгляд, сейчас это выглядит как игра, большая игра между главными штабами, генеральными штабами России и Украины. Мы спровоцировали Российскую Федерацию, тем самым навязав им свой порядок, спровоцировали вот нашими успехами на юге на вот эту масштабную перегруппировку. И они практически в два раза увеличили группировку на правом берегу. Два раза. Было до 15 БТГ там, а теперь там до 30. Да, но при этом мы не пустили на правый берег войска, которые приехали с Российской Федерации через Крым. Эти БТГ сегодня топчутся под Мелитополем и, по-моему, две или три, там, три, по-моему, в Крыму еще остались. Вот. И последний, кто прибывал из Крыма, помните, мы по эшелонам начали наносить удары. И один эшелон мы уничтожили с БТГ, а второй эшелон быстро ретировался обратно в Крым. Вот. То есть мы не пустили свежие войска, мы пустили туда только старенькие потрепанные. И теперь мы закрыли, фактически мышеловка захлопнулась. И у Российской Федерации теперь есть два варианта. Либо садиться в глухую оборону и теми силами, либо пытаться проводить наступательную операцию на юге для того, чтобы максимально отбросить наши войска, чтобы они, ну, хотя бы не доставали до Мелитополя. Чтобы они могли восстановить железнодорожную ветку и снабжать через Мелитополь, допустим, запорожское направление. Но параллельно российский генштаб, видимо, принимает решение для того, что надо оттянуть часть наших войск с южного направления. Что надо для этого сделать? Надо имитировать... Так, Олег. Сейчас, сейчас, я вернусь. Да, да, видим. Да. Что надо сделать? Надо имитировать большое наступление для того, чтобы Украина начала перебрасывать резервы. Что мы наблюдаем на востоке Украины, на донецком направлении, идет массированная атака наших позиций. Но она не выглядит настоящей атакой. Объясню почему. Потому что, если раньше они... Ну, то, что обстрелы, там, массированные удары артиллерии, понятно. Но атаки наших позиций, если раньше они проходили батальонными тактическими группами, усиленными бронетехникой, тяжелой бронетехникой, то сегодня они даже на некоторых направлениях атакуют нас дирсонно-разведанными группами. То есть, не БТГ атакуют. И эти ДРГ довольно быстро, ну, как бы, довольно хорошо обнаруживаются и просто уничтожаются. Потому что они идут без поддержки брони. То есть, это и нету... Потому что ее нету, этой брони, она перекинута на юг или что? Нет, потому что они... Потому что уже, видимо, не хватает сил. И на донецком направлении нет второго эшелона на сегодняшний день. То есть, нету чем усиливать наступление. Как строится наступление? Ты идешь вперед, у тебя два-три эшелона войск, войска построены. Ну, вот как раньше это было на одном поле на битве, да? А сейчас это просто в других немножко, в других реалиях. Так вот, когда ты берешь первую траншею противника, тебе надо не гнать эти войска дальше, а тебе надо вводить в бой следующий резерв. То есть, тебе надо нарастить усилия. А вторую траншею ты должен брать новыми силами, свежими. А может быть, даже большими. И вот так ты постепенно, до выполнения задачи, должен наращивать усилия. Нету там резерва, который бы наращивал усилия. Поэтому я считаю, что на Донбассе идет имитация наступления с целью оттянуть наши войска, ну, как минимум, с юга. А может быть, с какого-либо другого направления. С запорожского направления, с харьковского направления. Мы, пользуясь ситуацией, поджимаем их вот на изюмском направлении. Да, это верно. Используем ситуацию. Но в любом случае, на южном направлении, вот этот правобережный плацдарм, я думаю, что у российских войск где-то неделя есть, не больше. Продолжение следует...